Научиться собирать автомат, шагать в строю, нести ответственность за товарища. Говорят, армия – лучшая школа жизни. Здесь свои законы и устав. Но чтобы увидеть эту самую жизнь изнутри и понять, каково быть солдатом, наша съемочная группа познакомилась с одним из военнослужащих, прибывших в ряды 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Еще месяц назад жизнь Станислава Зубия была совершенно другой – работа, встреча с родными и друзьями, развлечения. А сейчас этот юноша с гордостью носит звание защитника Родины. Я в армию хотел еще со школьных лет идти, хотя все мои знакомые были как-то настроены против этого. Но для меня это была как небольшая цель – пойти в армию. Первое, из-за чего я сюда решил прийти – это, конечно же, стать настоящим десантником, то есть попробовать прыгнуть с парашюта. До армии Станислав Зубий получил высшее педагогическое образование. Помогал родителям и проводил время с любимой девушкой. Сейчас же юноша признается, что постепенно привыкает к новому распорядку, но иногда все же вспоминает свои проводы в армию. У нас были смешанные. Я был доволен тем, что я все-таки попаду сюда. Но одновременно же то, что я расстаюсь со своими родными, близкими, друзьями, где-то в ближайшее время, год, я с ними не увижусь. Мама, конечно же, тоже, когда узнала, что меня призывают в армию, была не особо рада, была расстроена, но постепенно она адаптировалась, и сейчас она это воспринимает нормально. И сама говорит, что это период, который нужно прожить. Армейская жизнь новобранцев не всегда дается легко. Чтобы привыкнуть к строгим правилам, требуется время. Так, например, каждое утро вместо будильников в 6 утра ждет команда дневального ротоподъем. И если дома многим не хватает мотивации для утренней зарядки, то в армии с этим строго. Через 10 минут, хочешь не хочешь, а должен быстро застелить кровать и стать в строй. После чего привести военную форму в порядок, проверить, как пришиты шевроны, как надета шапка, ну и, конечно же, до блеска вычищенные берцы. В первые дни было адаптироваться достаточно тяжело, когда ты приходишь с гражданки сюда, там, где я мог спокойно передвигаться, делать все, как я хотел. А здесь нужно следовать определенному распорядку дня. Было поначалу тяжело, но адаптация у каждого человека разная. Я, например, адаптировался примерно за три дня, и сейчас у меня все здесь нормально. Станислав уверен, что готовность служить родине, высокое звание защитника уже заложено в каждом призывнике. А потому считает, что присяга – это логичное и закономерное подтверждение этого желания. Сама присяга для меня ничего не меняет. Я уже военнослужащий, я для себя так решил. Но встреча с родителями – это для меня такое, как это правильно сказать, радостные эмоции будет вызывать, потому что я их не видел уже около месяца, и они по мне очень скучают. Я уверен, что мать будет плакать, скорее всего, когда увидит меня в форме, тем более. Отец будет испытывать чувство гордости, потому что он тоже в свое время был военнослужащим и знает, что это должен пройти каждый мужчина. За плечами этих парней – месячный учебный сбор, за время которого они постигали азы начальной военной подготовки, получали знания и навыки для службы. И вот теперь настало время для одного из главных моментов в жизни любого военнослужащего – принятия присяги. В торжественной церемонии приняли участие командование внутренних войск и воинских частей, ветераны, представители местных органов власти и духовенства, общественных организаций, а также родные и близкие. В Реской крепости церемония принятия военной присяги, она какая-то особо трогательная, торжественная и глубоко патриотичная. Здесь я вижу две составляющих. Конечно, это те эмоции воина, которые примет здесь, на этой святой земле, военную присягу, ну и огромное количество родственников из других регионов Республики Беларусь, которые в обязательном порядке уже не первый год приезжают сюда и имеют возможность познакомиться и с нашим городом, и с мемориалом Брестская крепость. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы эта церемония жила долго. Поэтому задача местных органов власти максимально минимизировать бытовые или какие-то элементы бытового некомфорта, сделать их службу такой, чтобы все их усилия были направлены только лишь на владение военной специальностью. Потому что крепкая армия, крепкая вооруженная составляющая страны – это залог мирного неба над головой. Новенькая форма, начищенная до блеска обувь. Полторы тысячи юношей, напряженных как струна. От каждого исходит звенящее волнение. Сегодня они перешли на новый, очень важный этап своей жизни. Этот день они будут вспоминать долго. А слова торжественной присяги, произнесенные с волнением и гордостью, запомнят навсегда. Да, гражданин Республики Беларусь, Зубе Станислава Владимирович, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы кармонизиров и начальников. Не выпускают из рук телефоны, фотоаппараты родные и близкие солдат. Кадры на вес золота. Ведь теперь их сыновья, внуки и братья – защитники Отечества. И с этого момента для них начинается отчет гражданского возмужения. Я надеюсь, что вот это новое пополнение, которое мы в этом году получили, они с честью и достоинством будут выполнять те задачи, которые возложены на них. Родителям волноваться не о чем. Наша задача – их научить, чтобы они стали настоящими защитниками. Вот это сейчас сложный процесс, которым мы сейчас будем заниматься, обучать. На территории наших войсковых частей 55-26, которая дислоцируется в Бресте, 7404 с местом дислокации в Барановичах, созданы все условия для того, чтобы новое пополнение чувствовало себя действительно в комфортных условиях. И они понимали, что та служба, которая им предстоит на призывной период, она нисколько не ворчит их жизнь, и они получат действительно те знания, умения, навыки, которые в последующем им пригодятся для того, чтобы выполнять с честью те задачи, которые в том числе могут быть поставлены Родиной. После завершения митинга новобранцев традиционно прошли торжественным маршем. Отзвучали слова торжественной клятвы. Поздравление от руководства. Пришло время последних объятий перед долгой службой от самых родных и близких родителей. Вот и герой нашего сюжета Станислав Зубей утонул в объятиях мамы с папой, которые в такой торжественный момент, как принятие присяги, были рядом с сыном. Мама плачет, как всегда, все переживаем. Надеемся, что все будет хорошо. Удачи, терпения всем, благополучия, здоровья самое главное. Он очень хотел, конечно, он отучился 4 года и очень хотел идти в армию. Ему хотелось туда. И он туда попал, и все хорошо у него. Надеюсь, что год пройдет успешно. Гордость за него. Переживаем, конечно, но мы очень гордимся, что он у нас пошел. Он у нас первый мальчик, поэтому мы гордимся. Я очень доволен, можно так сказать. Эмоции меня переполняют. Рад, очень давно не видел родителей, соскучился. Хочется поскорее провести с ними время. Анастасия Мелешкивич, Александр Воронин, Юрий Лимантович. Специально для программы «Итоги недели». Спасибо. 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 Продолжение следует...